Всем привет, дорогие друзья! На связи Алена Бондарь в нашей еженедельной рубрике «Круизная среда по средам». И сегодня у нас очень важная тема. Сегодня я предлагаю вам обсудить вопрос, что не включено в стоимость круиза. Вы знаете, в общем, круиз – это целое, такое организованное путешествие, в которое, как мы говорим, все включено. Включено ваше питание, включено ваше проживание на лайнере, включены переезды из одного города в другой. Мы это знаем и мы это очень ценим, потому что это действительно удобно. Но, как и в любом путешествии, как и в любом каком-то деле, есть такие фишки, о которых как бы не говорится, которые должны вроде бы восприниматься сами по себе, но многие люди об этом забывают и потом попадают в не очень хорошие ситуации. И такое случается, в принципе, очень часто, потому что есть 10 очень важных факторов, о которых сегодня мы будем говорить. И начнем мы с самого главного, что в стоимость круизного путешествия не включены ваши перемещения из страны, в которой вы живете, в которой вы сейчас находитесь, к месту отправления вашего лайнера. Это нужно учесть, потому что, конечно же, это дополнительные расходы. И поэтому, именно поэтому мы советуем всегда приезжать в порт отправления вашего круиза за один день до отправления лайнера. Почему это важно? Сейчас расскажу. Бывают ситуации, когда задержался самолет, опаздывает автобус, и вы можете не попасть на лайнер. И это будет очень печально, потому что на этом ваше круизное путешествие закончится. И чтобы этого не произошло, чтобы вы могли насладиться полностью всеми прелестями того города, из которого вы отправляетесь в круиз, мы рекомендуем приехать за день, а то и за два дня раньше. Потому что в таких городах, как Барселона, Марсель, Неаполь, Рим, Мадрид, Пальма-де-Майорка и другие прекрасные города, которые в основном являются пунктом отправления круизных лайнеров, экскурсии. Да, экскурсии в портах прибытия, которые вы будете по маршруту проходить, не заходят в порт. То ли это автобусы, если, допустим, центр города находится на хорошем расстоянии, то туда отправляются автобусы, которые курсируют каждые 15 минут, и вы можете дополнительно на лайнере взять вот просто вот такой шаттл. На лайнере они называются шаттлы. В замечательности, и потом уже возвращаетесь на этом же шаттле, они курсируют как управление, что очень важно прибыть на посадку вовремя. Это же касается, и если вы отправились на экскурсию. То есть, друзья, если вы отправились на экскурсию, вы должны вернуться именно в то время, которое указано в вашей еженедельной газетке или в приложении, вы всегда сможете посмотреть время отправления лайнера, и вы не должны стремиться к этому времени. Вы должны стремиться ко времени, когда написано «все на борт». Именно это время для вас решающее. То есть, когда между временем все на борт и отправление лайнера может быть даже часа два, обычно это час, но вы не должны учитывать этот час, вы должны прибыть вовремя. Это тоже очень важно. А знаете, когда мы находимся на лайнере, мы наслаждаемся отдыхом, наслаждаемся шикарными ресторанами, но и тут вас может узнать, отправляясь в круиз, потому что эти десять причин, всевозможных вечеринках, это все очень качественные фотографии, но для того, чтобы их получить, вы также должны будете это оплатить. Благодарю, друзья, что вы присоединяетесь. Буду благодарна также вам за ваши лайки. Но скачать вы можете только за борт в специальных рамочках. В рамочках это такой подарочный вариант вам на память. Это очень ценно, но такие фотографии стоят, ну, я бы сказала, для меня это считается очень дорого, потому что они могут стоить до 20 евро за одну фотографию. Поэтому тоже это нужно учитывать. Также, конечно же, нашим заядлым игрокам, очень таким, как любителям, да, любителям, скажем, казино, азартных игр, азартных пассажиров. Ну, я думаю, что здесь уже совсем нету никаких вопросов. И, конечно же, вы понимаете, что в казино вы играете, и бывают ситуации, когда нужно купить эти жетоны, и люди думают, что, приложив карточку свою бортовую, можно будет обойтись. Алия пойдет в вас. И вы знаете, это очень удобно. Вот во время нашего последнего путешествия, мы путешествовали с компанией Princess Cruises, был такой вот очень приятный нюанс, когда ты... У нас выдавались медальоны, но его можно было носить как прищепку, или как на веревочке, или на цепочке, как медальончик. Но, как только вы, 50 метров к своей каюте, срабатывает считывающее устройство, и, подходя к двери, вы обнаруживаете, что ваша дверь уже в лугу, или вам уже наливают кофе, уже знают, что вы любите. Это очень-очень так вас возвеличивает, и придает тоже небольшого такого шарма. То есть, еще раз говорится о том, что вам ни о чем не нужно задумываться во время круиза. Но, если вдруг произошло с вами, ну, неплохо чувствуете, или вы заболели, и вам нужно медицину тоже дополнительно, то есть, стоимость круиза, внимание, это также не входит. Так, что у нас дальше? Дальше о приятном. Практически на каждом лайнере присутствуют какие-то всемирно известные спа-салоны, парикмахерские от брендовых стилистов, всякие косметологические процедуры, процедуры с волосами, побриться, постричься, это все также нужно будет оплатить самостоятельно. То есть, это ваши, как-то скажет на украинские забаганки, это нужно не всем, а поэтому это вы оплачиваете. Мы переходим уже к восьмому пленбель, то есть, на пленчики. Я же из Харькова, поэтому я надеваю эти платья на пленбель. Вот, мы надеваем это на вешалки, на пленбель, у нас на лайнерах, есть практически на карте занятия, учение фитнес-залов, а у нас бесплатно на лайнере. Но, если вы, предположим, хотите пойти на, я не знаю, пять раз в день, вам расчет ваш счет, на ваш круизный счет, вот, на ваш услуг, то есть, во время представления вам будет предоставлено шампанское, или во время представления вам будет предоставлен ужин, и это все тоже нужно учитывать. Вот, например, на лайнере Virgin, когда мы были по греческим островам, в нашем круизе было такое представление, да, в котором стоило 50, дополнительно нужно было, с человека 50 евро, и это нужно было оплатить, потому что без, вы при оплате, да, вот, если у вас оплачено при входе, вы получали розу, и эта роза символизировала то представление, и тогда security подошла и спросила, где, вот, так, чтобы этого не было, еще раз обращу ваше внимание на то, что обязательно нужно скачивать приложение в вашей круизной линии, и, естественно, читать его. Барбершоп, это все так же дополнительная плата. Услуги химчистки, глажки, то же самое, вы за дополнительную плату можете это сделать. Кстати, опять же, возвращаясь к нашему круизу, на лайнерах принцесс, есть, минуточку, есть прачечное самообслуживание, то есть вы идете со своим пакетом белья, да, оплачивая внутреннюю каюту, ну, немножко, чтобы сэкономить, но мы взяли все фотографии, начнем с самого крупного, чаевые, то есть мы с шикарными воспоминаниями, и это все уже так же входило в наш, ну, в нашу оплату при бронировании. Также в нашу оплату входило 3 премиум-ресторана, то есть 3 вечера из 10, мы могли посещать, ну, эти рестораны, это тоже входило у нас, нам не нужно было дополнительно оплачивать, так мы посетили стейк-хаус, так мы посетили японский ресторан, и один мы, в общем-то, у нас не хватило уже желудком, чтобы получить все эти вкусности, и мы один ресторан не посетили, в общем-то, не было времени, желания, и как-то нам хватило тех вкусностей, которые предоставлялись в обычных ресторанах. Так, еще у нас, значит, входило, еще дополнительные вкусняшки, такие как мороженое, ну, премиум какое-то, даже вдвоем невозможно съесть, ну, жалею только о том, что я его не сфотографировала для вас, вот, и это все эти нюансы, у нас существуют специальные чаты в Телеграм, где мы делимся с партнерами, на вид каждую неделю, от разных круизных линий у нас проходят вебинары, где нам рассказывают о текущих акциях, той или иной круизной линии, здорово, здорово, а также мы делимся самостоятельно, тоже со своими, которые работают круглосуточно, и вы можете всегда задать вопрос, все отдельные отделы, которые квалифицированно ответят на любой ваш вопрос, и это тоже очень здорово, поэтому, если вы досмотрели это видео до конца, я благодарю вас за то, что были со мной в этом эфире, я хочу пригласить именно вас в нашу команду, в мою команду, где у нас проходят вот такие встречи, дружная компания, дружное сообщество счастливых людей и успешных бизнесменов, если вы еще не подписаны на мою страничку, то подпишитесь, сегодня в сториз я выставила также ссылочку на свой ютуб канал, где я также сохраняю эти эфиры, делюсь лайфхаками по другим темам, и, конечно же, приглашаю вас на следующие эфиры в нашей рубрике «Круизная среда по средам». А на сегодня все, я с вами прощаюсь, потому что у нас сегодня очень важный день. Сегодня я уже нахожусь в школе, а сразу после курса я 3.0, а это значит, что у нас будет еще больше очень эффективных фишек, которые помогут вам отдыхать красиво, выгодно, экономно и часто. Зарабатывать легко и очень-очень внушительно. Поэтому, если вы еще не с нами, подключайтесь, пишите в директ слово «команда» и сегодня пока. До встречи!